Первое правило, мы можем думать только о себе, в плане отвечать за себя. Ответственность, как взрослого человека, у нас есть только за себя. А у зависимого вернуть ему его ответственность. То есть не думать за него. Если он уйдет в запой, это будут его последствия. Что может явиться такой причиной именно алкоголизма? Не просто там по праздникам, а вот человек уходит в алкоголизм. Что может явиться такой причиной? Что такое алкоголизм вообще в первой степени? Как это проявляется? Начинается все с употребления, растет толерантность. То есть все больше. У нас приближается Новый год, новогодние праздники. Они очень длительные, как мы знаем. И хочется что-то посоветовать, порекомендовать нашим пациентам, да, клиники семейные. Я хочу для начала поздравить всех с наступающими праздниками. Конечно, в нашей культуре принято употреблять алкоголь, праздновать, покупать его заранее в больших количествах. Но если в семье есть зависимые, в основном это уже знают об этом родственники. Либо полный отказ от алкоголя в случае, если в семье есть зависимый. Либо не поддерживать употребление совместное вместе с ним. Часто зависимый может уйти в запой. И здесь уже потребуется именно медикаментозная помощь для того, чтобы выйти из запоя. Когда есть зависимый, в основном есть созависимый рядом с ним. То есть это те родственники, которые, с одной стороны, понимают, что их родственник употребляет алкоголь, но в их системе есть определённая вторичная выгода от того, что он употребляет. То есть они в своём эмоциональном плане чувствуют себя нужными. То есть востребованными. То есть им нуждается этот человек? Да, в том плане, что либо он выпьет слишком много алкоголя, потребуется помощь, либо он что-то натворит в алкогольном опьянении, опять они будут нужны. Либо у него не будет денег, им нужна помощь будет. И когда они дают эту помощь, они чувствуют себя востребованными, нужными. Я думаю о том, что надо готовиться заранее, если есть зависимый в семье. Ну вот, допустим, мужчина, допустим, принимает, ну, помимо праздников, может принять алкоголь. И жена, допустим, знает, что у него есть зависимость. И он уже, допустим, обращался к врачам по этому поводу, госпитализировался, капался. А вот как поступать правильно? Подумать об этом человеке? То есть не о себе подумать, а вот об мужчине, помочь ему как-то, обезопасить его? Ну, к сожалению, первое правило, мы можем думать только о себе, в плане отвечать за себя. Ответственность как взрослого человека у нас есть только за себя. А у зависимого вернуть ему его ответственность. То есть не думать за него. Если он уйдет в запой, это будут его последствия за этот поступок. И здесь не нужно спасать, не нужно жалеть, давать денег, употреблять совместно. Тут как раз речь идет о том, чтобы показать свою позицию, что ты мне нужен трезвым. Но если ты хочешь выпить, это твой выбор. Но тогда меня рядом с тобой не будет. То есть ты должен осознавать последствия? Да, не брать чужую ответственность за другого, потому что это невозможно, потому что человек уже взрослый. И возможно обратиться к наркологу, если уже ранее лечился, либо к психотерапевту. Но это будет психотерапия именно созависимого, если он задает такие вопросы. Потому что в основном для зависимых проблемы нет. А если в нашей стране, в наркологии, лечение согласия пациента. Для родственников психотерапия, если есть зависимые, она показана. Потому что зависимость – это семейная проблема. Так, а если, допустим, мы берем семью, где нету зависимых? В этом случае алкоголь не является ценностью. Это просто дополнение. Часто люди уже на второй день отказываются от алкоголя, потому что чувствуют дискомфорт определенный. Последствия от употребления алкоголя. И выходят из дома, занимаются спортом, занимаются с детьми, едут к родственникам. Очень жизнь разнообразная. И алкоголь здесь не является проблемой. Но в любом случае я рекомендую употребление в умеренных количествах. У зависимых толерантность растет. Они могут выпить больше, чем человек, который к алкоголю относится… Который из риска пьет. Как в культуре принято. По праздникам. Да, так сказать, по праздникам. Здесь стоит не смешивать алкоголь с жирной пищей, потому что может провоцировать, если есть предрасположенность, панкреатиты. Проблемы желудочно-кишечным трактом. Пить жидкости больше именно на бокал вина, бокал воды или сок. Один к одному. Ну да, я советую так, потому что это… И в основном даже лучше сок, потому что глюкоза сладкая. Употреблять сладкое, когда мы употребляем алкоголь, легче пройдет похмелье. И применять активированный уголь, энтеросгель. До или после? Ну, я предлагаю такое как бы не начинать, потому что это влияет еще на всасывание остального. Лучше просто пить воды и пить алкоголь умеренно. Этим снимутся неприятные симптомы. И есть сладкое, что тоже поможет избежать неприятных последствий. Так, а если человек, допустим, не смог вот эту крайнюю передержаться, да, перебил? Пере… свою дозу преувеличил. Да. В таком случае важно не уйти в запой, потому что бывает такое как бытовое пьянство. Вот как не уйти в запой? А если у вас есть зависимость, то здесь уже контроль количественный утрачивается. И опохмеляться нужно для того, чтобы организм пришел в себя уже на утро. То есть это говорит о второй стадии синдрома зависимости, когда нужно употреблять алкоголь на утро, чтобы прийти в себя. Для людей, которые превысили дозу, ну, здесь что-то прям такого специфического нет. Пить жидкость прежде всего. Я думаю, что организм сам подскажет, что хочется. Опыт. Полежать, не выходить с ней. Ну да, потому что в основном продукт распада – это уксусный альдегид, который влияет в том числе на клетки головного мозга. Я думаю, что не надо переживать, если это однократно такая ситуация. Слушайте, у меня такой вопрос. Вот по вашему опыту, да, сколько пациентов у вас приходило, что может явиться такой причиной именно алкоголизма? Не просто там по праздникам, а вот человек уходит алкоголизм. Что может явиться такой причиной? В основном… Просто зависимость или может какие-то еще сопутствующие причины могут быть? Это семейная проблема. То есть рядом обязательно есть созависимый, который… Ну, часто это, при этом, самые ближайшие родственники. Либо жена чаще мужчины употребляет алкоголем в связи с тем, что, ну, часто так принято в нашей культуре, что какие-то сложные ситуации переживать вместе с алкоголем. Их жизнь зависит полностью от зависимого. То есть она построена вокруг него. Они не переключаются на себя. Они занимаются своими проблемами, своим благополучием, а в основном спасают зависимого. И с чего стоит начать? Это собраться, у кого не безразлична ситуация, когда есть зависимый в семье, и поставить ему условия о том, что мы не будем тебе помогать, это твоя проблема. Но мы тебя любим. То есть обязательно сделать акцент на том, что мы не можем контролировать, прожить твою жизнь. Только ты можешь ее прожить. Но помогать в плане денежно или решать твои проблемы мы не будем. Мы будем… Ну, если тебе потребуется помощь, ты можешь к нам обратиться, но именно для обращения к наркологу, для лечения, но не в плане какой-то финансовой помощи или решения твоих проблем. Что такое алкоголизм вообще в первой степени? Как это проявляется? Начинается все с употребления, растет толерантность. То есть все больше нужно для того, чтобы почувствовать, что алкоголь… Подействует. Ну да, подействует, да, да. То есть начинается с банки пива, и дальше уже две банки нужно, три банки, и вот растет толерантность. Также интересы сменяются. То есть, ну, раньше было интересно, например, катание на лыжах, а сейчас собраться в определенной компании для распитки спиртных напитков. То есть меняется окружение? Да, меняется окружение, точнее, интересы. То есть выбор между алкоголем и неалкоголем – выбирать алкоголь. А окружение вообще влияет? Да, в том числе, потому что часто, например, зависимый, который проходит в наркологии свое лечение, он возвращается в среду, в которой все те паттерны, то есть все… Ему опять же предлагается начать все заново. И очень сложно этому противостоять. Часто пьют либо для того, чтобы почувствовать более раскрепощенность, для общения, либо алкоголь помогает стать более креативным, но это такой временный эффект, а потом получается так, что все больше и больше нужна дозировка, теряется контроль ситуации. Теряется ощущение, как вообще без алкоголя быть, например, общительным, например, знакомиться с девушками или в таком роде. Также, ну, в основном часто бывает, что, например, отец злоупотреблял алкоголем, то есть кто-то из ближайших родственников, ну, в основном отец злоупотреблял, потом сын начинает злоупотреблять. Можно сказать, что это такая именно семейная проблема, как показатель дисфункциональных отношений в семье. Не каждый развивает себя и живет своей жизнью, радуется, что вот есть семья, и я что-то могу от себя привнести семью. А кто-то из родственников живет жизнью другого, и в этом смысл его жизни. То есть, например, если в семье, да, там принимает алкоголь отец, там мать, родственники, еще что-то, и ребенок среди них все это видит, да, и тоже там, например, шампанское детское пьет, соответственно, это может явиться причиной тому, что он тоже в будущем возьмет и принимает. Да, но либо наоборот, он станет созависим, то есть будет искать себе партнера, который употребляет алкоголь. То есть он, например, спасал в детстве своих родителей и вырастает и находит партнера, похожего на родителя, например, с злепотребляющим алкоголем. Такое случается. Алкоголь еще это в обществе, если часто попадаются административные правонарушения, и если есть, например, там вождение в нетрезвом виде, либо штраф из-за появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. За это штраф есть? Да, административные. 500 рублей, например, если распитие в парке, то есть, ну, это наказуемо. Вот когда уже такой теряется контроль, то таких людей ставят на учет к наркологу. А можно их вылечить вообще? Можно. Или в ремиссию, как они будут? В ремиссию, да, в ремиссию, если уже есть синдром зависимости. То есть есть риск, все равно, что они вернутся. Мы проводим мотивационные интервью с такими больными, то есть два столбика. За употребление алкоголя и против употребления алкоголя. И всегда есть вот эта чаша весов, что же перевешивает. И у многих, ну, например, дети, как против употребления, работа, хорошее здоровье, улучшение самочувствия. Перевешивает. Да, либо хочется время потратить на более какие-то свои планы, стремления. А за употребление алкоголя, ну, то, что это привычно, помогает снять эмоциональное напряжение. Общение в компаниях, то есть какие-то друзья, они уйдут, если перестать употреблять. Ну, поменяется окружение. Ну, я, мне почему-то легче перечислить, что против употребления алкоголя, чем пункты за. Так, давайте, да, вот в завершение этой темы основные, то, что вы хотели бы порекомендовать именно нашим пациентам. Именно по поводу употребления алкоголя. Я советую покупать качественный алкоголь в проверенных местах. Ну, это в первую очередь, потому что алкоголь, который кустарный, он и по градусам непонятно, сколько же все-таки там. И, ну, могут быть внезапные неприятные эффекты от него. И беречь себя в первую очередь, потому что близкие пусть берут себя сами. Так, а что вот на новогодние вот эти праздники, чем заняться? Например, почитать книгу, которую давно хотелось. Встретиться с друзьями, с которыми в связи с загруженностью, я думаю, декабрь он у всех непростой. Встретиться с родственниками, поехать в другой город, поехать на экскурсию. Сейчас это очень много разного именно туры по России. Ну, либо сходить к врачу, которому давно хотелось, например, что-то проверить, чекап организма. Сдать гормоны щитовидной железы, советуют раз в год. Ну, а основные анализы, да. Как раз клиника семейная работает, и это возможно. Продолжение следует... Продолжение следует...